Белорусское гражданство получили еще 262 человека, в том числе 26 несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко. Одновременно главой государства принято решение об отклонении ряда заявлений в отношении лиц, неоднократно нарушавших законодательство нашей страны за время проживания. В силу вступило постановление о надбавках работникам сферы соцобслуживания. Зарплата повысится более чем у 30 тысяч человек. В октябре-декабре нынешнего года, а также в 2024-м, на дополнительные выплаты направят почти 148 миллионов. За 2023-й в среднем заработок специалистов увеличился на 14%. В Беларуси планируют поднять налог для тех, кто сдает жилье в аренду. Такие новации прописали в проекте закона. Например, в областных центрах и столичном регионе сумма может увеличиться до 44. Сейчас 41 рубль. Эти и другие изменения в кодекс пока не внесены. Решения будут принимать на заседании в палате представителей. В прошлом году в Могилевской области вступили в брак более 6 тысяч мужчин. Представители сильного пола предпочитают создавать семью в возрасте 25-29 лет. В регионе на тысячу женщин приходится около 870 мужчин. Средний возраст тех, кто проживает в городах – 31, в сельской местности – 43 года. К слову, в эту субботу в Беларуси отмечается День отца. С 25 по 31 октября в кинотеатре «Мир» пройдет неделя фильмов о геноциде и холокосте. В прокате документальные картины «200 кроков под землей» и «Лохва цена свободы». В конце этого месяца исполнится 80 лет со дня ликвидации последнего на территории Беларуси гетто Минского. Скорбная дата напоминает о трагедии белорусских евреев, оккупации немецко-фашистских захватчиков.